Вон, здесь трещина, здесь поверх трещина, на фонаре показать тоже от дороги, пострадал фонарик. Вон, Митсубиси, Мажиро, черная форма. Давай сначала здесь посмотрим. Подзвонит наружная служба уже сейчас. Да, служба. Дорога по Грю. Больше 20 машин стоит, их прибавляется все больше и больше. Миллиардов сколько? Давайте сейчас в очередь дискутировать. 8-10 миллионов. Участие на дороге с участием автомобилей. Под какой машиной вылетели эти камни или еще что-то, это не найти. Вот есть каска, у них они не оплачиваются. Повреждения проще. У кого ОСАГО, это вот, ну кто, если это вина дороги, да, это тогда будет дорожная организация, которая обслуживает, которая делала это. Вот, ну в Европе проще, они делают и они обслуживают какой-то период. У нас не надо, обслуживают одни, делают другие. Кто будет здесь отвечать, сейчас приедут представители. Те, кого ОСАГО, вы сейчас оформили? Да, да, да. Всех, у кого будут повреждения, мы оформим всех, да, коммунат. Запросить, можно начальника не посадят, где кто-то делает дорогу, паршивую такую, что камни летают. Вот тогда вы спросите его от приеда, который сейчас. Потому что каждый проезд, там, минимум десятка камней. Магодят, как улюкают, там домашние зрелики. Да. Тем более не посадят. Меня зовут Константин Ставных, я работаю помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова по 25-му избирательному округу. В него входят Исланцы, Ивангород и Большелудское сельское поселение. И, значит, все началось с того, что в приемную депутата поступают многочисленные жалобы жителей о повреждении автотранспортных средств. Ну, и эта проблема, как бы, мне не чужда, потому что я по службе каждый день работаю, ну, приезжаю в Ивангород, то есть туда-обратно каждый день езжу. Соответственно, мой автомобиль также пострадал, лакокрасочное покрытие, элементы остекления автомобиля. У Владимира Петрова пострадал автомобиль, меняли лобовое стекло. То есть на сегодня в приемной находится более 20 обращений, в городской администрации там еще порядка 50 обращений. То есть, ну, на самом деле это та проблема, которая волнует огромное число жителей и автолюбителей по совместительству. А проблема всего этого всего лишь одна. Значит, если мы посмотрим вот на дорожное покрытие трассы Нарва, на участке вот там 27, по-моему, или 24 километра Кингисеппо-Вангород, после проведения ремонтных работ в сентябре 2016 года были сданы эти работы и введена в эксплуатацию дорога, верхний слой покрытия дорожного стал разрушаться, из-под колес выбирается вот это вот покрытие, вылетает от встречных автомобилей и в попутном направлении следующих. И чем наносит ущерб вот этим гранитной крошкой автомобилям? Ну, так дорога вообще новая, ее только сделали. Ну, слушайте, вот про качество выполненных работ нам, наверное, не стоит здесь рассуждать, потому что мы не специалисты, но стоит оттолкнуться от одной простой вещи. Первое, дорога федеральная, у дороги должен быть баланс и содержатель. Вот, в нашем случае это в конечном варианте это федеральное дорожное агентство, Росавтодор так называемый, ну, или через подрядные там организации, не в этом суть. Значит, по федеральному законодательству они обязаны содержать эту дорогу в безопасном состоянии для дорожного движения, имуществу, жизни граждан, ну, то есть пользователей, да, этой дороги. Соответственно, есть специальные ГОСТы, СНИПы, наверное, там какие-то и так далее, но это уже нужно вдаваться в подробности. Наша сегодня главная задача вот тех людей, которые пострадали сегодня в этом ДТП, надлежащим образом оформить случившиеся в органах безопасности дорожного движения, вот представители, которые прибыли, в результате чего видится, что они должны возбудить административное дело производства с целью проведения расследования, установления собственника, кто обязан содержать и в каком состоянии. И на основании вот этих вот уже решений нам предстоит обращаться к виновнику с целью вот возмещения причиненного ущерба. А страховые компании в этом случае не возмещают ущерба? Смотрите, если автомобилист застрахован по системе КАСКО, то, конечно, в некоторых случаях по условиям договора там какие-то повреждения на определенную сумму возмещаются без оформления, все остальные повреждения должны быть оформлены. Но это не панацея, конечно же, КАСКО возместит. Но в следующем обращении за страховым полисом будет удорожание, так как водитель находится в группе риска и попадает в какие-то ГТП. Поэтому очень важно именно оформить и уставить виновника, чтобы автомобилист, конкретный собственник транспортного средства либо водитель, управляющий этим средством, не был виновником, чтобы потом не последовало удорожание полиса КАСКО. А ОСАГО не предусматривает такой процедуры, потому что ОСАГО – это ответственность в пользу третьих лиц. Значит, здесь только в рамках гражданско-правового судопроизводства о возмещении причиненного ущерба. Может, у вас есть какой-нибудь инициатор? Может, этот список составит по очереди, кто из вас как подъезжал? Да? Вот. С собой документы водительской свидетельства о регистрации в полис ОСАГО. Этого КАСКО не надо. КАСКО есть. Вот все. А сейчас я достану, сколько у меня бланков объяснений хватит. Дорога заведу всех за автодор. Телефон диспетчера мы можем сейчас вам дать. Ага. Вот. Если вы, да, да, позвоните. Они заказали по верхней обработке дороги какой-то подрядной организации. Ага. Да. 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 Именно так. Так у нас уже машины побиты. Чего сейчас ты уже делаешь? И смотрите, значит, они как-то ее сделали. Они ее сделали. Качественно, не качественно. Вопрос не к нам, а к ним. Значит, мы... Фиксируете? Нет, ну сейчас мы зафиксируем. Им делали установку, чтобы они поставили знаки выброс гравия. Знаки эти стоят. Выброс гравия. Единственное, что водитель, да, увидев эти знаки, должен как-то сбросить скорость или нет. Ну, понятно, вы едете, на встречу вам машину не сбрасывали. И доказать, что вы виноваты, не вы, мы не можем. Вот. Будем тогда оформлять порядка вещей. Ну, а там потом, как вы уже сказали, каско свои, а ОСАГО через... Так и знаков-то нету сейчас. Знаков выброс. Нет, нет, нет. Говорят, нет, нет. Говорят, нет, нет. Ни одного знака. Я тоже обратил внимание, что нету игру. Может, я не обратил внимание? Я не ожидал, что это... Нет, нет, нет. Полтора часа назад подъезжал на машину, у нас автодор. Я к нему подошел, спросил. Я говорю, вот так и так. Я говорю, вы у нас автодор, соответственно, вы делали дорогу. Не-не, я не это, я только по обочинам. Смотрю знаки, рекламы и... этот самый, саму обочину. Я говорю, хорошо, подтвердите нам. Вы видели знак? Я говорю, есть знак? Он говорит, нет. Я говорю, подтвердите на камеру. Нет, я не буду этого делать. И уехали. И уехал. Кстати, это очень важно, потому что знака нет ни с одной стороны, ни с другой стороны. И при оформлении вот сложившееся происшествие, это очень важно. Проехали по всей дороге, начиная от Иваборда до Кингисеппа и в обратную сторону. Ни одного знака о том, что выброс гравит из-под колес нет. Рекомендуемой скорости знаков тоже не установлено. Просто говорят, что все стоит. Я думаю, что они знали уже на первый день, на первый день, как начали делать дорогу, что там будут делать. Просто ничего. Потому что из первого дня начались проблемы. Я еду в Питерс, там делают дорогу, нет никаких проблем. К нам заезжаешь, все. После Леополия, все. Ну вот это... После Леополия, да? Мне просто на вас подозрели в мясо. Это же... Знака там нет. Единственный знак, который ограничивает, это перед мостом 40 рекомендованно. А, 70 он стоит. Да, 70 рекомендованно. Это потому что за мост. Ну, здесь уже все знают, какая дорога. Все, все, все. Давайте тогда сделаем так вот. Инициатор группы, да? Пускай какой-то список пофамильный, с номерами машин. Потому что тут наверняка еще много пассажиров. Лебушка сразу. Ну, конечно. Конечно. Все постановшие там определено. И все приедут, у кого год назад или два какой-то в лесу поцарапало, будут говорить, что они здесь. Согласен. Согласен. Согласен с вами. Но, если поехать в Ивангороде найти вот пальцы одной руки пять машин без сломанными стеклами, я снимаю свои претензии. Буквально все. У меня на работе газель сломанный и Вольво сломанный. Понятно, понятно. Вы как скажете, мы сколько бумаги, сколько наших сил будет оформлять. Уважаемые пострадали. Приняли же дорогу? Ну, я не знаю. Ну как, не могли, не принять. Я такая отворачивающаяся, я тут ни при чем получу. Конечно. Простите, а вы представитель каких-то служб? Я только обслуживающая организация. То же самое, как говорится. А что входит в полномочия обслуживающей организации? Снегоочистка, гололед, чтобы гололеда не было. Ну, то есть чисто технически покрытие, это не ваше все, да? Но они приняли дорогу и обслуживают. Я не принимаю дорогу. Ну, ваше же начальство, получается, приняло дорогу. Ее же, когда делают, ее же, ну, дорожная служба должна принимать ее к любому. А у вас снегоуборочная техника, которая работает на непосредственно чистка снега. Значит, отвалы оснащены мазой. Есть фотографии. Да. Значит, такой материал, как резина. Это усматривается? Да. Или они скребут металлом? Я один раз прошла с резиновым отвалом, и мне хватило только на один проход этих резинок. Приехали резинки, все тряпочки превратились. Просто есть установлены факты, фотографии, то, что, значит, снегоочистительная техника работает без этих материалов, резинов. То есть металл, то есть непосредственно портят проезжую часть, а именно поверхностную обработку. Речь не в снегоуборочных и нет, это еще до снега. Как только выложили, как только выложили. Они сразу отвалились. Это сразу стекла начали явиться. Сейчас все скидывается именно на снегоуборочный транспорт. А здесь чистятся, и все вылетает. То есть вы считаете, что без этих резинок, то есть металл по асфальту, значит, не портит? Мы всю жизнь работаем с металлом по асфальту. Всю жизнь резинками защищается только влажный рыбный снег, шелуха вот эта. Вот эта резинка защищается, а ледяные отложения защищаются. Я сам дороже забрал. Как будет опыта из всего этого оформить? Вот как товарищ из Армении сказал правильно, что общий коллективный иск. На каждую машину придется делать экспертизу. Каждому личному. Который оплачивает все издержки судебные. Это будет лично каждого. А потом присудят, не присудят. Просто следующий. И поэтому каждый для себя решает, стоит выделки или не стоит. Вот. И стоит или не стоит. Тут дело даже не в том, что... Сколько машин. Просто нужно, чтобы мы больше дальше не били. И вся толпа. Оп! Я тоже хочу. Чтобы дорогу сделали. Чтобы мы дальше не били. А если у вас с адвоката, тогда добьешься какой-то правды. А кто на жигулях приехал, он говорит, ребят, ну не стоит вам просто управляться. Вот и все. Поведение 5 тысяч рублей. Стоит 5 тысяч. Я не буду судиться за 5 тысяч. Как нанимать адвоката. Нет. Для того, чтобы было это... Родственникам его лобовой 55 тысяч стоит вот он. Ему реально это все. Хотя у него... Ну... Суть такая, что тут никто выплачивать никому не будет. Никто не будет ничего. Это пока решение суда. Они как обычно все едут и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...